Приветствую вас! Вы знаете, в первую очередь мне хотелось бы заметить, что по поводу психотерапевта, да, во-первых, почему вы считаете, что посещение психотерапевта обязательно влечёт за собой постановку на учёт? Это первое. И во-вторых, почему постановка на учёт должна быть обязательна? То есть на учёт ставят людей больных, да, больных достаточно серьёзно, если бы вы были больны серьёзно, и серьёзно вы бы здесь не были, вы бы на этом ресурсе не были, вы бы не писали нам сюда, поэтому я думаю, что вы не больны. Дальше. Современная психотерапия – это история анонимная. То есть вы можете обратиться к психотерапевту на правах абсолютной анонимности, вот, и всё. И никто, никто никогда не раскроет ваши личные данные. То есть тут вот, на мой взгляд, да, есть такой вот какой-то пережиток такой старых, ну, старого времени, да, когда люди думали, что обратиться к психотерапевту – это значит, что всё поставит на своей жизни крест и так далее. Вот, нет, современная психотерапия – это совсем не то же самое, современная психотерапия – это совсем другая история. Вот, поэтому я для начала вам рекомендую ознакомиться с её постулатами, ознакомиться с её основными положениями, вот, какими-то, и уже после этого делать выводы. Вот. Дальше. Вы пишите, меня беспокоит тремер рук, который возникает в ответ на различные ситуации, которые надо сделать в присутствии кого-либо. А, смотрите. Ну, вы понимаете, что тремер рук, в данном случае, да, это психосоматика, вот, ну, с точки зрения психологии, да, это психосоматика. Вот, соответственно, соответственно, коле это психосоматика, коле мы считаем, что это психосоматическая реакция, то нужно исследовать. Когда первый раз у вас такая ситуация была, когда первый раз у вас такая вот ситуация, значит, возникла. Что вы чувствовали тогда в этой вот ситуации? Вот. Какие у вас были ощущения, какие у вас были эмоции? Вот. Боялись вы чего-то? Хотели вы чего-то? Опасались вы чего-то? Вот. Думали вы о чем-то? И так далее. И так далее. Лично я думаю, вот лично мне кажется, исходя из того, что вы написали, а лично мне представляется, что все дело в страхе осуждения. То есть вы боитесь, что вас будут осуждать, вы боитесь, что вас будут обвинять, возможно, в чем-то. Вот. То есть это вот такая вот, такое, такое проявление неуверенности в себе у вас. Вот. Конечно, это, соответственно, только догадки пока что. Вот. Но я думаю, что что-то такое все же есть, что-то такое все же имеется. Вот. Ну и, соответственно, если это так, если это так, если вот все, что я сказал правда вдруг, то нужно просто отыскать первичное ваше состояние. Вот. Когда вы впервые испытали это чувство, вот, и с ним поработать. То есть тут на самом деле может быть несколько направлений работы. да, да. То есть это может быть как когнитивный аспект, это может быть как аспект чувственный. то есть тут надо смотреть, смотреть, что именно, что именно вы готовы, что именно вы готовы делать, делать, почему именно вы сами, скажем так, ну, тяготеете. Вот. И уже исходя из этого, да, можно будет делать какие-то выводы про дальнейшую работу. Вот. Вот так. как была мысль о прошлых инцидентах и привет стрима. Дарья, обратите внимание на то, что вы очень мало предоставляете информации, то есть, о каких инцидентах речь? Вот. О каких инцидентах речь? Я не знаю, о каких инцидентах речь. Что вы подразумеваете под инцидентами? Может быть все несколько глубже, может быть дело в том, что у вас любое дело ассоцируется с чем-то для вас неприятным. Может быть так. Ну вот. Понимаете? То есть, тут нужно смотреть. Но если инциденты были, если инциденты были, то конечно же нет ничего удивительного в том, что у вас возникает тремор, потому что вы боитесь повторения какого-то негатива. Ну вот. Это нормально. Вопрос в том, либо вы неправильно поняли этот негатив. Ну вообще. В принципе. Вы неверно поняли его. Вот. Либо у вас, либо он вызвал у вас какие-то деструктивные чувства. Вот. Ну вот. То есть, это подтвердило, например, а, значит, подтвердило ваши какие-то негативные установки относительно того, что, вы о себе, о себе сами думали. Вот. Либо произошло комплекс, комплекс, комплексное образование. То есть, когда какие-то вот случайные события, да, в жизни человека. Вот. Связанные с его неслучайными переживаниями, да, относительно себя, самого. его образуют вместе такую вот связку. Вот. Конечно, дремор может быть связан с физиологией. Но мне лично кажется, что дело здесь все-таки именно в том, что вы слишком много значения, слишком много значения продаете тому, что происходит. Ну, или боитесь чего-то. Вот. Я думаю, так. Можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.